Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на Властелин колец с модом Age of the Ring. Продолжаем проходить битву за кольцом, значит нам предстоит заходить изингард и в общем я решил что учитывая что бот играет слегка странно я бы не сказал кстати что слабо или может я просто не вкурил как в этот мод и пока что играть но мне иногда даже сложновато было немного потренился против бота играть но как бы он слегка странно играет и чтобы было интереснее мы будем пытаться не уходить в минус я уже ушел конечно большой минус но сейчас несколько сражений я постараюсь максимально аккуратно играть чтобы ничего не строить ничего не надо было продавать но если построю то как бы все продам мы уйдем в плюс и затем уже после матча будем сохранять войска только в том случае если экономика не будет залезать в долги кредиты никому не нужны так поехали короче здесь или мне так в комментах написали под роликом что боты в крепости не работают на самом деле работают я пока не понял нормально они развиваются или нет но бараки они строят все они строят то есть там норму но есть твист у рохана оказывается фермы считаются за боевые здания и поэтому их надо пронести иначе будет геморно рабочий будет по всей карте бегать ты будешь за ним бегать как дурак и разрушать эти здания постоянно серьезно вылезайте сбежал подонок ну ладно ладно ты молодец ты сбежал давайте тогда долбить врата но он хотя бы не уйдет нет корки да нам нам конец нам конец по ходу открыл врата лишь бы рабочего не пропустить вот он вот все убил работягу можно заканчивать давайте призовем холопов наших из подгорода интересно называется вообще город гоблинов подгорода сейчас люди которые вов играли меня поймут мне кажется разрабам надо убрать этот эффект я так понимаю что это из первой в бфм е взятом из компании там было но кто помнит миссия где энты сносили эзенгард видимо этот эффект добавили чтобы покрасивше выглядела когда энты бросает камни тут как бы щепки отлетают но яшники то не не ожидали что это будет в нормальном сражении получается что этот эффект срабатывает от любого удара войск и выходит очень тупо мелочи но все же такс едем дальше а должен признать очень сильно нравится то что бонусы на каждой карте разные прям вообще топич значит мы пробустили инком но кстати эти бонусы немного странно работают если что я правда вам не показал но поверьте мне на слово до сражения у меня было 300 инкома после эзенгарда который инком мне не дает мне дали 600 разве что может сама крепость дает здесь это не указано ну вот обычная крепость дает по 300 не понимаю а здесь есть кей нет пардон был неправ 600 правильно 600 ферму дают халявную здесь и не обратил внимание на эту штуку на щиток какой-то похоже да ну короче это ферма значит если это считается за обычную крепость тогда понятно почему 600 вот за эту должны дать 500 ресурсов или же может сюда добавить ладно сейчас узнаем окей не буду больше тупить пойдем на эту территорию и давайте давайте отхватим барак чтобы на нас никто не нападал а то бесит так и динвайт быстренько пронесем черт возьми и этот ролик он проклят я третий раз записываю там не кто-то позвонит то запись крашница то еще что-то надеюсь хоть с из в этот раз все будет нормально так поехали строим экономику а большая просьба для всех зрителей если из кто-то из вас играет в этот мод подскажите пожалуйста виснет она у вас или нет если вы сейчас заметили игра на секунду подвисла ни один вот так не делать я не могу понять это из-за меня что я чё-то неправильно сделал может я не понимаю почему ну комп тянет как бы вот иногда вот слегка-слегка так зависнет на пол секунды отвиснет что-то очень странное происходит макуница поехала минус лучники грустно грустно прям крепость здесь поставим вышка стоит 400 он мне сейчас тоже соберу вышку здесь поставим потому что это ферма уже все ее не спасти кстати скорость конечно неприятные у юнитов одни быстрые одни медленные ну вот и эти конечно тоже пиздец ну ладно так рабочего убиваем пожалуйста четвертый уровень есть вроде больше будет призываться войск да походу у него за каждый уровень по отряду добавляется что весьма приятно однако умри быстренько разберемся пацаны я понимаю что вы не хотите убивать рабочего он очень красивый обаятельный такой но надо надо замечательно потому что как бы здесь драться на этой территории не имеет смысла у бота ничего нет нельзя ему спускать срок это все так и дали 400 написано что дают 500 кажись меня наебали а ики здесь кстати написано что дают 500 есть другая мысль кстати а здесь что то есть здесь нет есть другая мысль возможно эти две пятихатки они закидываются сюда но у меня так было 900 то есть это было бы минус 1900 все равно как то не сходится и тогда откуда я 400 инкома получил короче странно все я ничего не понимаю может кто-то мне объяснит может я что-то упускаю может здесь по дефолту просто за каждую территорию короче вот единственное логическое объяснение которое мне приходит в голову это если за каждую территорию какое-то небольшое количество дают инкома но опять таки я захватил три территории как 400 можно поделить на три чтобы равноценно было я не понимаю короче какая-то срань с этим происходит но в любом случае еще один ход и у нас ладно еще два хода у нас не будет минусов дальше берем летучих мышей и закидываем их вот сюда чтобы эти челики нас больше не трогали получается никто морю не отберет идем сюда и что будем делать нам нужно как-то уйти с этой территории единственное как можно это сделать это оставить здесь здесь все войска а жирнича куда-то отправить но я не уверен что это хорошая идея поэтому давайте-ка вот этот барак отберем или нет не отберем блин нет они тогда сюда нападут нужно эту территорию тоже удержать пропускаем ход тогда просто они напали на изингард и напали на наших летучих мышей well давайте чё рыхый рыв arriba но угол неприятно окей ну думаю из него легко сможем одержать Allow к потом просто все войска продадим о прикольно нам здесь все апгрейды дали это клёво то есть в следующий раз если кто-то на измена пойдет можно будет нас память боевых троллей так закрываем форточку сразу выйти выйдем в апгрейдом у меня есть более менее интересные мысли по поводу того как и вать здесь да кстати если будете проходить глубинный страж дерьмо какое-то ну во время призыва он конечно как то урон наносит но более-менее может быть приличный но ой беда но затем он пипец но он не может даже три бушет снести три бушет я разочарован поэтому будем играть в дебаф дебаф то я думаю фигена будет работать ну то есть если он работает то он он затащит и вражеские войска будут слабее в общем все будет шикарно если у нас сейчас сражение пойдет нормально без эксцессов то попробуем что здесь есть так это бесполезно но героя мы не построим о здесь герои есть какие-то ужасы горы грэм ни хренаж себе дай дай зога можно построить так нам нужны лучники здесь определенно вышечку построим будем развивать тавер нуб ства я думаю мы на двух аван постах хорошо так проживем еще один поставим еще одну ферму единственная проблема то что походу очки командования не даются то есть либо в крепость забыли их прописать я не помню в ваниле давали ван посты очки вроде давали а да здесь написано где где-то только что видел черт тебе нет ладно забейте у меня шизофрения неважно но вроде ваниле давали за даже короче на настроим ферм на малых процентах пусть будут вышка не стреляет отсюда а если так сделать я все равно еще одну построю наверное а здесь можно еще смена планов и еще одну здесь залепим о они стреляют и игра в этот момент зависла я аж испугался окей тавер нубство все-таки будет процветать замечательно так еще копейщиков на всякий случай давайте отправим нашего пацана блин вот хреново конечно что нет очков я бы сразу же пошел сражаться но они стопудово пробегут ко мне в крепость начнут фермы сносить умеет так не хватает нифига будет еще хуже по этому мы посидим посидим подумаем построим еще одну вышку вот ну почему что подвисаешь что с мне не так еще лучников копейщиков я думаю нам вполне достаточно а сколько стоит тысячи ладно давайте замечательно избавимся от них он начали даже врата бить потихоньку не хватает вот здесь еще моему удивлению ну то есть в таком маленьком пространстве больше 50 процентов ферма дает добивайте их вылезаем отсюда сделаем этот апгрейд на всякий случай вроде с апгрейдом они через стену пробивают не точно вроде добрать убивают все погнали вперед денег у нас достаточно грейдим стрелы сразу бароню дань я не совсем понимаю какой смысл здание которое прокачивает уровень если сразу дают второй уровень и она все на втором открыто ну то есть поначалу вам может показаться что это усложнение получение апгрейдов ведь и ты не можешь сделать сразу второй уровень тебе нужно ждать пока она прокачает но по факту не так по факту это наоборот упрощение потому что ты делаешь один апгрейд и у тебя сразу доступны все остальные то есть ты вообще ничего не тратишь может они апгрейды сами по и подрезали не знаю но это как-то если это по сети работает также то это очень ранние апгрейды то есть выгодно тогда вместо таких героев строить апгрейды они же еще и дешевые здесь сразу же например огненные стрелы можно строить мы в смысле строить делать ну-ка такое короче а тем временем нас подлым образом обокрали это еще мягко сказано обворовали воры подонки насильники что с дерьмо мы деньги верни окей по всей видимости мне не пробиться здесь уходим что быстро они сдохли ладно мы им апгрейд сделаем чисто на броню они тоже могут получить хорошо так блин копейщики которые стоят 400 монет на удивление быстро дохнут с одной плюхи я не жалуюсь я жалуюсь и я дебафф еще проюзал если чо это учитывая что у врага дебафф мои с одной плюхи дохнут а можно пожалуйста не надо хрен с тобой сложно конечно к этому привыкнуть я постараюсь есть ли смысл наверное дебафф нет смысла брать я думал что он затащит но как говорится дело не в тебе дело во мне на точнее в моих войсках с апгрейдами они хоть у них там же броня у них смысле вы посмотрите помните я говорил что апгрейды слишком рано не на нормальный может они не работают просто да блин почему копейщики дохнут как мухи сейчас затянется на вечно хорошо что я вышек настроил кстати надо будет да сделаем им апгрейды тоже это надолго придется я не знаю что вышками продвигаться все потерял у лучников у меня тоже кстати апгрейды брони есть но он на лучников если честно плевать а я забыл захватить мне бы хоть бы чтобы пехоты не то блин что мечники будут толще я просто боюсь чтобы меня не задавили да к слову конница на эту я не могу починить а как они это умудрились это же стена а не врата покоцать ну ладно неважно так пожалуйста а мне подсказали короче это гримбольд он спамится беги после того как погибает то адрад интересная идейка кстати любопытные видимо это как-то с лором связано но я разумеется вам что не знаю видимо гримбольд первый обнаружил тело этого дрэдика так что же делать а да а где мои пацаны за 1300 вспомнил я да во время про них ну клёво мне бы не помешали какие-то более мощные войска которые не дохнут так кидаем броню кидаем сейчас безбожный колдовской ветер когда они подойдут может отмечники да блин они дохнут как мухи я же апгрейд сделал пожалуйста апгрейд тащи что дамажит стену что происходит пощади игра пожалуйста ну то вы просто посмотрите на этот и всадник еще неуязвимый который меня убивает маки просто заглатывают по самые гланды все мы соснули блин эти лучники стоят на 50 монет дороже что-то мне подсказывает что нет смысла их строить сейчас мне врата снесут точнее саму стену надо было валерьянки выпить перед записью ролика ну что за хуйня ну вы шнут ну хоть немножко ну я понимаю типа будем балансить когда-нибудь когда все сделаем охуенный подход ну хоть немножко проверяли же войска или нет ну типа чё вы не играете что ли в мод совсем свой ну ёбаный рот так давайте троллей что ли давайте троллей я боюсь что если я сейчас выйду в этих вермов драконов они окажутся тоже дерьмом и у меня денег не хватит а кстати лесопилки еще можно строить совсем забыла пиздец какой-то так этих 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 я всех загрейдил давайте залезем сюда ну они долго долго бьют хотя бы дебаффчик кинем я не вижу кстати эффекта дебаффа может он не работает вражеские юниты теряют 25 процентов урона 20 процентов брони и 30 процентов видимости ну да я хоть кого-нибудь убил все сдохли все сдохли давайте тучу настроим так нам надо еще это блин лишь бы лишь бы дожить тролли затащит три тролля хотя бы размотает всю эту пачку ё-моё они щас добьют же ну не трожь если б стену хоть не рушили или нападайте требушетами у меня хоть гореть не будет блин ой если врата падут мы падем наша империя будет разрушена сколько тысяч стоит да ладно открываем потому что иначе никак пусть челиков сносит наших нет они все равно стенку бьют этих еще построил так тысячи есть что происходит они передумали ладно окей неплохо давайте раз они не хотят сражаться может этим воспользуемся правда стенку продолжают долбить и наши челики тоже не особо-то хотят сражаться к сожалению тысячу предела населения я накопил а нет мои бимы дохнут за секунду ну ладно у меня уже более-менее приличная толпа лучников так что не сносит о скелет давай сражаемся проживи немного мы отбились поремонтирую показалось или ладно показалось по всей видимости я думал что ремонтируется еще и вверх да я был неправ хорошо так теперь наша в смысле я не заказал бля это из-за того что челики за 1300 не ну и как мне их отменить надо так это не ну у 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 Мои все подохли Хоть врата Отремонтировал Господи, что за аутизм И тут Все равно найдется какой-то долбоеб В комментах, который напишет, что я хейтер Да И это Идеально сбалансированный мод Сука, приехал снова Неуязвимый всадник и убивает меня Почему не добавить тогда Гоблинам неуязвимого Тролля в первый тир Если роханцы Какие-то бичуганы Обладают такой магией То почему другие нет Гондорцам одного Стражек Стадели тоже неуязвимого Пусть всех насилует Ой, пронесли все-таки Что же делать Что же делать Как же тебя отремонтировать-то Ремонта у рабочих нет Знаете что Давайте еще вышек строить Может это меня спасет Ну мы выиграли себе еще минут 10 Наверное Больше оно не простоит Так Копейщиков Лучников Еще этих построю Давай Может тролли Блин, на тролль на копейщиках Сольются быстро Так Копейщики Броня Давай Дебаф Вылезаем Постелим землю Поехали Ой, вышка эта Долго не продержалась К сожалению Да, там копия Ну е-мое Не вижу смысл делать Апгрейд Клинков Для копейщиков Все равно Не проживут Все Один тролль Жизбил Да Значит Вот эти тролли Не зайдут Скорее всего Давайте еще Мечников Построим Давайте Ну у меня остаются Всадники На варгах Которые бесполезны В этой ситуации Но они в любом Режиме Моди Ванили Были бы здесь Бесполезны Потому что Просто копейщики Перебили То есть Это не претензия К моду Это просто Просто Крика помощи Безысходность Давайте этот Барак Еще построим Один О Стоп Не 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 Я придумал Я придумал Здесь же здание Хрен снесешь Давайте воевать Бараками Они стрелять будут Там куча войск Бегает А потом еще О А рабочих я тоже Не построю Да Ебать Меня Взраку Как же клево Кстати Бот Немного Сдулся Используем Этот шанс Так Значит Нам надо Этих Еще Пацанов Построить И Этих О Здорово Неразимый Всадник Рохан Где мои Лучники Ой Лучников Очень мало Осталось Не сливайтесь Пожалуйста Да Может реально За счет Отбрасывания Эти тролли Помогут Откуда Вы тут Нарисовались Клинки Сделаем Ой Ой Так Работяг Лишь бы Не потерять Почему Их Тяхами Назвал Даже Не знаю Все Снова Начинается Жопа Дави Дави Лучников Дави А Ясно Прикольно Эти лучники Это как Тайландская Блять Шлюха С сюрпризом Клево Зачем Вообще Играть В копейщиков Если лучники Ложили Свой Длинный Вонючий Лук На Кавалерию Ладно Этих Построим Все равно Будем их Строить Ради Ради Жира Вышку Запихну О Кстати Этих Тоже Вышку Запихну Не сноси Вышку Пожалуйста Умри Умри Пожалуйста Третий Уровень Барака Есть Сделим Землю Господи Какой Аутизм Сдохни 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 Отлично Так этим я не даже не знаю а хотя нет на броню нам хватает делаем броню не лишь бы работягу не потерять это а то что не не смогу их восстановить то чувство когда у тебя есть крепость но рабочих ты не построишь потому что гладиолус так эту вышечку призовем скелетов построим они конечно говно но хоть не знаю пару секунд их отвлекут но вот так кей стратка в бараке работает ребят работает игра зависла я жив нормальным неважно этих то я продавлю может это же обычные лучники рохана но неважно видимо это не обычные лучники рохан так мы отбили этого подонка погнали дальше этим дадим броню хотя все дадим может они пару раз успеют ударить кому-то эти клинки себя окупят так барак раш бараками только только в моде age of the ring это работает давайте все сражаемся где бы еще его построить здесь вот бафчик закинем мечет забыл колдовской ветер бахнем не знаю для чего блин может этот дебаф просто не работает вы эффект снега есть это же снег до белая зима на враги не светится дебафом почему-то и мы как умирали как мухи имея апгрейды брони таким а я уже половину армии потерял кстати не ну сам виноват отвлекся но пару секунд надо достраивать бараки еще или давайте здесь вышку поставим тихо не умирай работяга вытащить нет мы потеряли одного пацана да блин если второго убьют придется сдаваться только не это твои лучники лучники еще лучники грейдимся офигеть как это все говно приносить о садник обожаю выдая не конница давит копейщиков здесь всадник вообще неуязвимый что дальше может кто-то еще сделает мод где они летать будут да блин сдохли уже все так давай еще вышки на вышки сейчас только не трожьте рабочего пощадите будьте же вы людьми эльфы так грейд готов блин волки дорогие может попробуем их что не потанчат ну хоть блин хоть бараки они полдня сносят какая-то радость если бы этой фигни с крепостью не был я бы щас рабочих построил бы дополнительных и загадил бы его быстрее может быть даже карту бы по захватывал больше экономики построим хреново что и бараки сдохнут все мои войска все тоже подыхали уже делаем здесь барак как же у меня горит а волки сдохли да черт я хотел посмотреть там щека это обилка у них вроде бы я даже не понял от чего бараки сдохли это вот лучники их степа ковыряют без стрел вот чего я блин умираю один лучник да битка какая-то с доли ладно вышки тащит тяга 2 и работяга блин пехоты больше не построить я уже даже не знаю есть ли смысл огненные стрелы делать а давайте еще отсюда еще этих построим еще этих построим еще волков построим и все сюда отправим может это восстановится рано или поздно так пушим пушим все равно потихоньку пушим его что лимит что ли но ведь не тоже просто вышка а вот это знаменосец кей ну-ка волки я не помню их тестил но я не помню что не давит не а нет они не давят они по ходу ухты они жирные они с плюхи их убивают вы не работает ладно блин они дорого стоят при этом не уверен что я могу их себе позволить много ну ладно постараюсь так хорошо мечников мне настолько уже впадло пожалуйста они убили раба я обречен блин да контролил подвел пацана что же делать так ладно новый план знаете что сейчас сделаем давайте подкопим войск пусть они пока что разбиваются об эти здания добавчик закинем и и ими лучше это вообще ударим по баракам их баракам давайте как нибудь тихонечко так обойдем хитро может быть или не очень хитро это какие-то грейды от фермы это все фигня нам нужно конюшню сбрить им хотя ладно убиваем все теперь уже надежды на то что я задавлю бараками кого-то никакой нет так это не трогаем это и хотя бы им помешает на меня напасть все уже минус феписы пошли шворовали шворовали отряд за 1300 шворовали возможность строить рабочих троллей шворовали феписы ну что за все пол армии уже сдохло ну ладно их строить блин не успеваю мы этих построим и знаете чё вот этих где вот этих построим что же это сейчас была армия на весь мой предел населения мы снесли одну сраную вышку может хоть барак добьем этаж барак добьем надеюсь но у него ноль хп сука снеси барак ну пожалуйста блять ах я с ума сойду в эти моды играть просто выкосили всех хуям троллей может что ли как мне выиграть это скажите кто нибудь спасите меня это еще остается можно разрушить эту срань как нибудь икс длит нет построить ее заново что золк бы мне помог зараза все сдохли блять еще один барак снесли они не живут ни хрена блин эти тролли тоже сдохнут я хочу хоть что-то построить но ничего нет давай грейд этот я сделал выкосили снова стоит блять три отряда лучников и просто выкаживает все что я строю у них даже грейдов сука нет хотя у них я не уверен что это грейд я думаю что это обилки какие-то сдохли и нанесли смотрите сколько урона 3 3 ты же говно это таоттер что же делать блин а я еще в начале сказал мы и зизингард защитим уже пехоты здесь лучников здесь этих построен не хотят бросят у них но не задавят же а лимит точно да какая же охуенная идея лимит на в обычную вышку призывную она же настолько имбовая не классно у 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 , у из lan Вы ожидаете настроить войск, хоть бы еще пару бараков снести. Я уже подумываю о том, чтобы просто выйти из игры, но меня сильно жаба душит. Хоть бы не сдаваться без боя. Так, снова передышку дал бот. Видимо, строит дополнительные войска. А снова эти побежали, имбовые. Иди двой, мы сейчас выебем. Да я нихрена не замечаю дебаф. Ладно, давайте мы в следующий раз. Ну блин, вот это, конечно, очень сочная тема. Потому что великанов сыграть в следующий раз. Великанами-то, наверное, здание можно сносить. Пофиг на вышку, в мародерку сыграем. А может я потом накачаюсь и... И будет и то, и то. Так. Все, предел забит. Интересно, как быстро этот предел сдриснет сейчас? Нет, это не вариант, блин. Надо бараки посносить какие-нибудь. Сказал он и не сносит бараки. Ну, сейчас я этих жирных убью. А, снова их построил. Так, похрен. Давай, давай, давай. Долби. Пожалуйста, сноси, сноси. Нам нужны еще лучники. Этих отправим сюда. А, блин, это барак рохан. Вообще насрать на него. Ну ладно. Вот этот барак надо снести. Пожалуйста, жги, давай. Может мы выиграем. Должны выиграть. Так, есть. Теперь этот. Это он отремонтировался уже. Там... А это барак или вышка? Они выглядят очень похоже. Нет, походу вышка. Будет только конница идти. Пожалуйста, подожди эту сраку. Ну, нет. Блядь. Назад. Ладно, ладно. Назад, назад. Хоть бы кто-нибудь спасся. Сейчас, может, потихонечку соберем еще одну пачку. Еще... И еще один барак в итоге снесем. Так, это есть. Дадим ему броню. Может, дольше проживут. Так. Все. Все. Шекели закончились. Давай, давай, давай. Не тупи. Давай, быстрее. Стелим здесь землю. Для бабчика. Пробегаем. Блин. Как же я люблю застревание. Ладно. Зацепились за один отряд. Хорошо. Снесем его. Надо убивать. Ну, единственное, радует, это то, что пройти эту сраную войну кольца, это реально будет испытание с такими войсками убогими. Великая армия Гундабада. Уже половина сдохла. Я всего два отряда снес. Ай, еще давай, давай. Давай, забирай у меня все. Скотина. Откуда он их строит? А где у него еще барак? Я не помню. Он же не... Понятно, всадник этот. Он же не из Малорна их строит. Из Малорна. Нормально. Стой. Умри. Ой, ёб твою мать, я не могу попасть. Надо избавиться от рабочего. О, подожгли, хорошо. Хорошо. Черт, всадник меня вымораживает еще и мешает, скотина. Так, все, нормально, нормально. Сейчас затащим. Свет в конце тоннеля виднеется. Вот, дебаф. Вот, я вижу дебаф. От этой штуки есть. Но он, правда, только лидерки вроде снимает. А, из-за медлой еще кидает. От дебафа, от этого эффекта нет. Ну, я допускаю, что он может работать. Просто не показываться визуально. Такое, как бы, нормально. Ну, немного неприятно, но нормально. Но проблема в том, что я просто на войсках не замечаю его эффекта. Такое впечатление, что он тупо не работает. Хотя, может быть, у меня просто жопа слишком сильно горит. Поэтому я преувеличиваю. Статую надо снести. Потому что на минималке выкрутить настройки, потому что у меня еще на комп не тянет. Так, достраиваем подкреп, а то все сдохли уже. Сколько мы можем покоцать крепость? Нет, пока нет. Пока нет. Но вышка стоит. Вышка стоит. Хорошо. Армия больше не может расти. Я очень рад. Там где-то еще больше. О, новое здание строит. Нам бы хоть старые снести. Ну, хотя, может, пора крепость сносить. Больше войск у меня не будет. Давай. Сейчас от рабочих избавлюсь. Пусть он на них еще тратится. Пусть он на них еще тратится. Она там со всеми грейдами, небось, поэтому толстая такая. А можно поджечь землю? Смотрите, кажется, быстрее сносит. Смотрите, кажется, быстрее сносит. Она, правда, не подожгла ее, но неважно. Ну-ка. Давай. Рабочий, сдохни. Победа. Ох, радости полные штаны. Теперь ты сдохни. Все, больше нет боевых зданий. А, скотина. Раш казармами не контрится. Хотя это не раш. Тактика, короче. Передвижные казармы. А, Рохан, да. Фермы это боевые здания. Сейчас несу эту вышку. И на всякий случай вот это. Может это... Да, отсюда вроде что-то тоже строится. Какие-то войска. Поэтому на всякий случай. Нет. Значит, поехали искать фермы. Так, здесь он ничего не построил. Кто молодец? Кто победил бота за час? Я молодец. Ну, ладно. Я знаю, о чем вы думаете. Феткет. Затащи кольцо в крепость. Мы, конечно, ничего не построим. Но хоть интересно. Какой кольцевик там? Как бы... Как ванили будет просто? Саурону злых и Галадрия людобрых? Или же... Или же нечто новое. Надеюсь. Рохан, ну ты... Ну ты мудила. Ну ты просто... Ну... Серьезно? Они... Не успеют. Окей. Ну... В следующий раз, видимо, будем надеяться, что... Что... Повезет. В любом случае... Всем спасибо за внимание. Я уже забыл, что я там в конце ролика говорю. В общем, да. Всем пока.